Мария Захарова Мария Захарова в ответ на решение Финляндии вступить в НАТО говорит о том, что это станет сюрпризом, что ответные меры России на вступление Финляндии в НАТО будут зависеть от условий их членства в Альянсе. Еще какие-то условия, оказывается, не все просто так. В частности, от размещения в странах военных баз и ударных систем вооружения. На вопрос, какие именно меры будут приняты, Мария Захарова сказала, что это будет сюрприз. Финская журналистка спросила на брифинге, какие именно военно-технические меры намерена предпринять Россия. Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Решение будет приниматься с учетом всего комплекса факторов и особенностей того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО, сказала Захарова. Официальный представитель МИД РФ объяснила, в чем отличие ситуации между вступлением в НАТО Финляндии и Украины. В числе прочего, она назвала существование на Украине националистических батальонов, биологических лабораторий Пентагона, в которых проводились эксперименты с опасными патогенами. Поставку Киеву вооружений. Киев в своих доктринальных документах зафиксировал намерение вернуть, в том числе военным путем, Крым, суверенную российскую территорию. У Финляндии, как я понимаю, нет претензий к Российской Федерации и нет никаких документов, в которых бы было зафиксировано, что возможно использование любых средств для возвращения какой-либо российской территории, добавила она. Финляндия и Швеция 18 мая подали заявки на вступление в НАТО. По информации СМИ, Турция заблокировала начало переговоров по этому вопросу. Президент России Владимир Путин говорил, что у России нет проблем со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, так как их присоединение к Альянсу не представляет непосредственной угрозы. Но вот в то же самое время Турция заблокировала начало переговоров о принятии Финляндии и Швеции в НАТО. В НАТО должны были обсудить заявки стран, но переговоры не стартовали из-за позиции Анкары. Позиция Турции ставит под вопрос возможность проведения ускоренной процедуры по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс. И теперь ожидаются несколько недель дипломатической напряженности по этому вопросу. Посыл Швеции и Финляндии Аксель Вернхоф и Клаус Корхунин передали официальные заявки на вступление стран в Альянс. Генсек НАТО Йейнс Столденберг говорил, что рассчитывает на быстрые шаги по оформлению их членства. Президент Турции Риджеп Таип Эрдоган говорил, что его страна выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Это связано с тем, что власти двух стран вводили санкции против Турции и отказывались экстрадировать людей, которых Анкара считает террористами. По данным СМИ, турки требуют, чтобы кандидаты в НАТО публично осудили рабочую партию Курдистана. Также Анкара ожидает, что ее включат в программу производства истребителей F-35 и снимут с нее ограничения, связанные с приобретением С-400. По сути, Турция выдвинула невозможные требования, невозможные для их осуществления в настоящее время. Никто не хочет давать ей возможность производить F-35. А уж приобретение ракетного комплекса С-400 у России поставило Турцию в какую-то странную такую зависимость от России. И, вероятно, Анкара, конечно, поддерживает Россию. И чтобы Финляндия и Швеция проголосовали и осудили рабочую партию Курдистана, это довольно странное, друзья, требование. Потому что, ну какой смысл Финляндии и Швеции осуждать какую-то рабочую партию Курдистана? Какой смысл в этом, чтобы выдавать потом беженцев? Может быть, поэтому. Но с какой стати Швеция и Финляндия будут осуждать партию, к которой не имеют никакого отношения? Ну не везде же нужно нос свой засунуть. Это внутренние дела Турции, но никак не Финляндии и не Швеции, которые, в общем-то, традиционно были независимыми. Зачем им нужна политика чужих стран внутри этих стран? Вот это такие странности, которые сегодня Турция выдвинула на повестку дня, и поэтому ни Швеция, ни Финляндия сегодня не могут вступить в НАТО. Отложено заседание, потому что не было достигнуто договоренности. То есть Турция, по сути, на сегодняшний день мстит Финляндии и Швеции за то, что те вводили санкции против Турции. Ну санкции-то это трудно сказать, что они санкции вводили против Турции. Но они отказывались экстрадировать людей, которых в Анкаре считают террористами. Но вот что считать террористами, друзья, здесь большие вопросы, по которым я думаю, что у многих будут проблемы с определением, что же такое террористы. Люди, которые за свою родину и смотрят на любовь и патриотизм к родине с одной стороны, а президент Турции смотрит с другой стороны, почему же эти люди, те, которые были несогласны с президентом, считаются террористами? Они что, взорвали, что-то сделали? Нет, я думаю, они ничто не взорвали. Они просто разошлись во мнении с президентом Турции. Но здесь уже политика – это чистой воды политика, а не морально-психологическое состояние, которое могла бы осудить Швеция и Финляндия. Я имею в виду партию, о которой Эрдоган говорит. Партия, рабочая партия Курдистана, они же борются за свои земли, за свою когда-то страну. Здесь, друзья, нужно полюбовно решать и долго-долго этот вопрос. Но называть террористами тех, кто борется за свои земли – это сложно. Вот завтра Сибирь займут китайцы. А это действительно так. Это уже совсем скоро. Китайцы займут Сибирь. Сибиряки встанут. Встанут вдруг в оппозицию и будут бороться за то, чтобы Китай освободил их земли. Москва помогать не будет. Это совершенно точно. Всё уже, друзья, решено. Абсолютно всё решено. Москва не будет никому помогать, а земли разделены, очень чётко разделены. Китай захватил почти всю Россию по тем картам, если судить, которые они сегодня показывают у себя на телевизионных каналах. Где Казахстан, который будет находиться под дланью Китая, тоже начинает захватывать часть России. Это не Китай, да. Это Казахстан. Но это и есть Китай. Политика так сильно меняется, всё разделяется. Идут новые игры по разделу имущественных, земельных споров. Но как мелко это, друзья, на самом-то деле? Что же происходит у нас, в нашей матрице? И как ещё будет глубока кроличья нора, куда падают народы всего мира? Я Таня Карацуба, Сиитбурха.